Вот сейчас слухи активно бродят и мне пишут, что а правда, что Назарбаев принял решение увеличить заработные платы в два раза. А давайте мы поймем, что значит увеличить заработные платы в два раза или, например, те же самые пенсии. Ну, хотя режим говорит, что средняя пенсия около 100 тысяч тенге, понятно, что основная часть пенсионеров получает 50, 60, 70 тысяч тенге, не более. Кто-то, наверное, 150 и они в среднем считают, что около 100 тысяч тенге в среднем. Ну вот представьте себе, что пенсионер вдруг получит плюс 100 тысяч тенге сверху к той пенсии, которую имеет. Или, например, учитель в среднем, допустим, получает в реальности 150 тысяч тенге и вдруг он будет получать 300 тысяч. То есть вы задумаетесь, да, или нефтяники получают сейчас 120-150 тысяч тенге, вдруг вот завтра у них будет 300 тысяч тенге. И, конечно же, основная часть людей не экономисты. Многие думают, что раз Назарбаев дал приказ и цены поднялись, не цены, а заработные платы поднялись в два раза. И, ну давайте мы и поймем, возможно это или нет. Абсолютно реально, чтобы врач получал заработную плату до миллиона тенге. Вот просто, собственно, сейчас. И, конечно же, мы говорим, что, например, рядовой полицейский будет немедленно получать 400 тысяч тенге, когда правительство ДВК придет в власть. Или лейтенант сразу 800 тысяч тенге. Конечно же, многие люди воспринимают это как некую фантастику, но я объяснял подробно и, понятно, буду дальше объяснять, что это абсолютно реальность. Это можно сделать немедленно. Ну давайте возьмем отрасли. Например, нефтегазовые. Ну, воспользуйтесь Google и забейте такие слова. Средняя заработная плата работников нефтегазовой промышленности. Так вот, если вы в Google эту фразу забьете, поисковик вам выдаст, что средняя зарплата в мире на нефтегазовых предприятиях от 140 до 170 тысяч долларов в год. То есть, где-то грубо от 12 тысяч долларов в месяц до, ну, где-то так 15, скажем, тысяч долларов. Что такое 12 тысяч долларов? Это 5 миллионов тенге в месяц. 5 миллионов тенге, это звучит как бы фантастически, правильно? Но вы задумайтесь, наша нефть продается на экспорт по мировым ценам. То есть, по тем ценам почти сейчас свыше 500 долларов в тонна. Это приблизительно около 80 долларов за баррель. Это даже под 600 долларов за тонну. Если в мире средняя заработная плата 5, 6, 7 миллионов тенге, а в основном вся нефть продается по мировым ценам, ну, значит, что нам логика подсказывает, что это абсолютно реально. То есть, вместо нынешних 150 тысяч тенге в среднем нефтяники могут легко получать не то, что в 2 раза больше 300 тысяч тенге, не то, что в 3 раза больше 500 тысяч тенге, они легко могут получать 5 миллионов тенге. И еще владельцы нефтедобывающих предприятий будут миллионерами, миллиардерами, собственно, как во всем мире. Понимаете? То есть, наша нефть продается по мировым ценам, ее себестоимость, одна из самых низких нефтегазовой индустрии. Работает около 500 тысяч человек. И вот представьте себе, что средняя зарплата там может быть легко 5 миллионов тенге. Звучит как фантастика? Это реальность, уважаемые друзья. А теперь возьмем такую индустрию, как золото добывающие компании. Вообще, чтобы вы понимали, золото производит в нашей стране исключительно семья Нурсултана Назарбаева. Собственно, и как по нефти, в золотодобывающей отрасли стартовая зарплата начинается с 3 тысяч долларов или от миллиона тенге. Вот представьте себе, значит, если ваша зарплата сейчас, пусть даже в среднем 150 тысяч тенге, золотодобывающие компании тоже могут легко поднять в два раза. Кто это должен в решении принять? Нурсултан Назарбаев. Он должен сказать, поднимите в два раза, все равно мы там зарабатываем миллиарды в год. Около 2 миллиардов долларов за добывающая промышленность приносит прибыль Нурсултана Назарбаева. Ну, теперь возьмем добычу меди. Медя, опять же, монопольно владеет Нурсултан Назарбаев. Чистая прибыль, которую он получает ежегодно, около 3 миллиардов долларов. Ну, 2,5 минимум. Итак, хотя заявляется, что в медной отрасли работает всего 30 тысяч человек, мы посчитаем, допустим, 50 тысяч человек. 50 тысяч человек, они сейчас получают максимум 150 тысяч тенге в среднем. Можно ли увеличить на еще в два раза? То есть, на место 150 тысяч 300, это где-то грубо будет 300-400 долларов. Ну, я хочу вам сказать, что если 50 тысяч человек, он даже поднимет зарплату плюс еще дополнительно 1000 долларов, это всего лишь 50 миллионов долларов в месяц, или по году 600 миллионов. А Назарбаев каждый год зарабатывает на добыче, переработке меди 2,5 минимум миллиарда. То есть, фактически, даже если людям поднимут зарплату еще на 400-500 тысяч тенге к существующим, то есть в три раза больше, в четыре раза больше, он все равно будет зарабатывать свои 2 миллиарда долларов. Понимаете, масштаб денег, который сейчас зарабатывает, так называемых, в кавычках зарабатывает, Назарбаев, и видно, что без проблем минимум 50 тысяч человек могут увеличить свою зарплату в несколько раз, и он останется таким же супер богачом, Назарбаев, в числе богатейших людей мира. То есть, я хочу вам показать, что везде металлургия, добыча золота, производстве угля, у нас угля добывается более 100 миллионов тонн, на душу населения, Казахстан номер один в мире. Вы можете себе представить, что по добыче угля мы номер один в мире? Тоже нет проблем. Уран, мы номер один в мире, и все те, кто работают в урановой отрасли, зарабатывают в месяц по 5-6 тысяч долларов в месяц. Весь уран продается на мировые рынки. Значит, и там мы тоже можем без проблем поднять зарплату минимум до миллиона тенге. Видите, это реальность абсолютно. Ну, а если люди вместо заработной платы 150 тысяч тенге будут получать 500 тысяч тенге или миллион тенге, вы же понимаете, что подоходный налог 10%, а заработной платы, если брать от 150 тысяч тенге, это 15 тысяч тенге. С полумиллиона, с 500 тысяч тенге, это 50 тысяч. То есть, три раза увеличивается налоговое поступление бюджет страны от работы нефтегазового сектора, от сырьевых, золотом и все прочее. Если бюджет страны за счет налогов пополняется от этого сектора минимум в три раза, значит, что без проблем Назарбаев может поднять зарплаты государственных учреждений, врачам, учителям и так далее. Ну, просто так в два раза. Соответственно, и пенсионеры могут получить вместо средних 100 тысяч плюс еще 100 тысяч в два раза. Вы понимаете масштаб возможностей у нашей страны? И весь ключ лежит в принятии, ну, султану Назарбаеву, такого решения, поднять в два раза. Тогда вообще буквально на следующий день все ваши вопросы решают. Ну, теперь, конечно же, люди, кто работает в частном секторе, кто не в бюджетной сфере, предприниматели, официанты, малый и средний бизнес скажут, а мы как? Как мы получим свою заработную плату в два раза больше? Мы тоже хотим. Очень просто. Если, например, нефтяник в регионе получает зарплату не 150 тысяч тенге, а 500 тысяч тенге, это по минимуму, в три раза, он с этими деньгами придет завтра в вашу парикмахерскую, он, его семья будет больше тратить деньги, будет покупать что? Будет покупать продовольствие больше, больше одежды. То есть, на самом деле, вы понимаете, что объем денег, который придет к вам, к предпринимателям, он увеличится минимум в два раза, а то и в три-четыре раза. А если это произойдет, значит, вы окажете больше услуг, больше продадите машин, больше продадите квартир, больше продадите любого продовольствия, одежды и так далее. Соответственно, предприниматели будут зарабатывать больше денег. Вы понимаете, у вас объем продаж увеличится, вы должны будете привлекать больше людей, ваши люди будут больше работать, вы им заплатите в два раза больше зарплату от текущей, потому что у вас больше будет выручка. Видите, как все очень просто, как взаимосвязано, потому что наши люди никак не могут понять, а как это у кого-то зарплата поднимется, в нефтяном секторе, а как это повлияет на нас? Очень просто. Вот представьте, что у Waterault количество людей, более богатых, станет больше. Они будут тратить внутри региона, и значит, у вас, у тех, кто оказывает услуги, продает машины или какие-то другие услуги, появится больше покупателей, или у вас будет больше прибыли. Поэтому мы все должны быть заинтересованы, чтобы заработной платы поднялись у всех в два раза. Тогда экономика поднимется на другой уровень. Больше товаров будет производиться, больше квартир будет продаваться, больше машин будет. Представляете, какой оборот будет? Все упирается, по сути дела, в принятие этого решения. А что нужно? Мы сейчас объявили об обновлении программы демократических выборов Казахстана. И они основаны на реальных возможностях нашей страны. И с учетом того, что сырьевой сектор, нефтегазовый, и там производство металлов, золота, они продают свой продукт на мировые рынки, и получают мировые цены за свой продукт, мы объявили, что мы ведем понятие минимальная заработная плата в ряде отраслей. Например, в нефтегазовом секторе мы в соответствии с обновлением программы ДВК установим, что любой сотрудник, который будет работать в нефтегазовом секторе, не будет получать меньше, чем 1500 долларов в месяц. Это приблизительно 700 тысяч тенге. То есть мы на законодательном уровне примем, что любой человек, водитель, охранник, или там человек, который только-только, что называется, приступил к обязанности оператора нефтегазовой отрасли, он меньше 700 тысяч тенге не будет получать. В среднем мы обяжем, что в нефтегазовом секторе зарплата должна быть не менее 2000 долларов, а именно приблизительно около 900 тысяч тенге. Но представьте себе, что если в нефтяном секторе сейчас люди, например, в Магистаусском регионе, в Казларде, в Ахтубе, в среднем нефтяники больше 150 тысяч тенге не получают. Есть отдельные работники тенге с шевроли, где получают 600 тысяч тенге, 900 тысяч тенге, но это, скажем, не все. А мы говорим в среднем. Так вот представьте себе, что в нефтегазовой отрасли у вас будет зарплата 900 тысяч тенге ниже, невозможно будет никому платить. Мы обяжем владельцев предприятия, ну, возьмем такой город, как Джизказган или Садпаев. Одно предприятие, сейчас группа предприятий Казахмыс, которые производят медь, золото, серебро и находятся вот именно в Карагандинской области. Вот представьте себе, что оно чистыми зарабатывает до трех миллиардов долларов. Это шесть бюджетов Карагандинской области. Вот представьте себе, что бюджет двух городов, где живет приблизительно 170 тысяч человек, это Джизказган и Садпаева, менее 100 миллионов долларов. А тут одно предприятие генерирует минимум около трех миллиардов долларов. Вы представляете, каждый год, если даже вместо 100 миллионов долларов, которые сейчас есть, инвестировать 500 из этих трех миллиардов, вы представляете, что эти два города просто расцветут. Это будет Дубай, в Дубае, в Центральном Казахстане. И так мы можем сделать в каждом регионе. Поэтому, уважаемые друзья, конечно же, это абсолютно реально, поднять заработную плату в два раза.